итак приветствую всех на своем канале меня зовут марина я живу в америке уже 23 с половиной года я многодетная мама шестерых детей это мой блоговый канал если вы сюда попали случайно чисто из-за рецепта баклажанов которым я сегодня буду с вами делиться по многим просьбам просьба моих подписчиков я иногда буду прерываться маленькими голосками предупреждая заранее и я хочу сразу сказать что это канал не кулинарный это канал блоговой жизни в америке многодетной семьи и время от времени я делюсь рецептом так что если вам интересно такой формат пожалуйста подписывайтесь буду очень рада новым подписчикам также хочу дать знать что у меня есть просто кулинарный канал если вам интересно дайте знать и я вам дам ссылку так первым делом мы промываем 3 килограмма баклажанов вымытые боку вымытых баклажанов мы отрезаем плодоножку и потом разрезаем фрукт на четыре части вдоль кстати вид баклажанов не имеет значения подходят как короткие такие кругленькие также длинные баклажаны которые мы привыкли и так теперь пока мы подготавливаем баклажаны в это время мы можем начинать кипятить рассол берем большую кастрюлю самую большую которую у вас есть я прошлый раз готовила так себе в средней кастрюле это было очень во первых очень трудно потому что рассол выбегал все время а баклажаны они не тонут они все плавают наверху и очень трудно в общем было работать с маленькой кастрюле мне пришлось в несколько заходов эти баклажаны варить так что мой совет использовать большую кастрюлю и будет вам все хорошо тогда и так на 3 килограмма баклажан в кастрюлю мы наливаем одну минутку 4 литра воды воду добавляем 250 грамм соли также также сюда пойдет также сюда пойдет уксус но уксус испаряется и это очень бьет в нос используйте фен если у вас есть на кухне фен чтобы эти испарения он высасывал из кухни но также по совету моей мамы дополняем уксус когда уже вода закипела чтобы можно бросить потом баклажаны и закрыть крышкой и она у вас не будет так сильно волновать и так воду довели воду с солью довели до кипения и добавляем в неё 250 грамм уксуса у меня 5 процентный уксус можно 6 процентный добавляем порезанные баклажаны пытаемся их всех утопить видите как намного легче это большой кастрюли меня два типа баклажан так что не удивляйтесь что у меня там зеленые баклажаны это специальный тайский сорт здесь у меня индийские и тайские баклажаны доводим до кипения и кипятим 5 наши баклажаны кипятятся мы начинаем подготавливать соус нам понадобится два салатных перца я сейчас добавляю второй у меня красный и зеленый цвет не имеет значение как какой хотите в общем любимый болгарский перец к этому я добавляю острый перец я использую халапине я вычистила его от семечек что было не такое острое не такие острые баклажаны но это тоже на любителя если вы хотите поострее оставляйте семена острого к этому мы добавляем очищенную головку целую головку чеснока получается примерно вот так это мы все вместе перемалываем я использую нутро буллет вы используете что у вас есть в доме так теперь мы берем баклажаны и и выливаем через дуршлаг даем баклажанам стечь хорошенько баклажаны добавляем обратно в кастрюлю также подготавливаем баночки на данный момент мы просто их промываем водой крышки мы будем кипятить а баночки просушим в духовке и просушиваем наши вымытые баночки в духовке кипятим наши крышечки и так возвращаемся к нашим баклажанам мы заливаем нашим соусом из перца а также к этому добавляем 400 миллилитров постного масла растительного теперь все это хорошо комбинируем перемешиваем извиняюсь за звук у меня джашек решил это мой младший сын не мог вас с половиной года он решил мать посуду и создавать такой аккомпанемент в общем доводим после этого перемешали и доводим до кипения и так наши баклажанчики кипятят и оставляем их кипятится 10 минут наши баклажанчики кипятятся в этот раз больше цвета баклажанах говорю в этот раз прошел прошлый раз я делала все из зеленого соуса все Jackson у меня были зеленого цвета и так 10 минут прошло многохо хихо 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 контурбортом буду проветриваем глаза время разлаживать по баночкам. Итак, ложечка такая, чтобы могла вмещаться в ваше отверстие, в ваше баночки. И аккуратненько помещаем баклажаны в банку. Перед тем, как банку закрывать крышкой, протираем края баночки, чтобы ничего не попало под крышку. И тем поставила под вопрос качество закрутки. Теперь закрываем крышечкой. В Америке здесь вот такие крышечки. Они состоят из двух частей. Вначале вот такой кружочек. А потом кольцо. Итак, всё. У меня получилось 6 2-стаканных баночек и 3 1-стаканных баночек. Теперь ждём, когда эти крышечки засосёт. Вот видите, здесь делает такой звук. это означает, что ещё не дошло оно. Когда оно остывает, вот это засасывает вовнутрь и всё. Можно хранить тогда баклажаны и не волноваться, что они скиснут или что-то с ними станется. Случится. Итак, баночки многие уже засосала. Эту пока ещё нет и эту пока ещё нет. Слышите? А эти уже готовы. Я уже Ирине своей подруге написала. Она довольно заказала 4 баночки. По идее, я должна заехать, подъехать сегодня и их собрать. Ура! Ну, я думаю, мне надо ещё подкупить баклажанчиков, ещё сделать немного. И там уже люди заинтересованы ещё были, я им дам знать. А потом, я, наверное, думаю, что-то новенькое сделать. Что? Ещё не уверена. А, те, кто не знает, это я делаю на продажу нашим русским девочкам. Итак, друзья, одна баночка. Я оставила её для себя. Она... О! Только сейчас у меня она засосала, вы понимаете? Но не имеет значения. Я её сейчас буду открывать и есть. Потому что есть уже можно после охлаждения наши синенькие. Я сделала себе два тоста. Такие дырявые. Ну, пойдём. Итак, открываем баночку. Так как я её засосала, её теперь трудно открыть. надо... Опа! Слышали? Хлоп! И сверху тоста. И получается у нас вот такая вкуснота, ароматненький бутерброд. Его... Баклажаны можно просто есть как закусочку, под ужин, под картошечку. Как вам хочется. Знаете, как вам к вашей душе угодно. Её можно без хлеба есть. Ну, я решила есть как бутерброд. Итак, снимаем пробу. Вот здесь. Это вкусняшка. Ты, наверное, ещё до неё не дорос. вкусняшка. Ммм... Ммм... остроты, но нету самой... самой горечи. Да? Если вы любитель такого. Если вы любитель поострее, я говорю, сохраняйте семечки в перце. Ну, вот и всё. Спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Порадуйте своих людей, семье. Чашек сейчас мне будет терроризировать. Друзья, знаете, что я только что делала? Я делала аджику. Я аджику в жизни не делала. Мама мне толком рецепт не дала. Говорит, ну, где-то как будто записано, бла-бла-бла. Я всегда всё на глаз делаю. В общем, пошла я на YouTube, начала делать. В общем, сварила я аджику. Мне кажется, она сладковатая. У меня получилось, наверное, всё-таки перебодяжила сахар. Потому что у меня не было всего того, ну, такого большого количества помидор, та-та-та. Я тоже пыталась заделать на глаз. И получилось не совсем то. Ну, достаточно вкусно. Ладно. Практикуюсь. Пришло время для комментария дня. Комментарий дня я сегодня даю Даши Шуршиной. Она пишет Здравствуйте! В тему моя твою не понимает. Иногда вам приходят комментарии на украинском языке. И когда вы их читаете в комментарии дня, то чаще всего моя вас не понимает. Я буду иметь это в виду. Постараюсь переводить. Но также хочу читать именно так, как написали мои комментаторы в поддержку моих земляков. Так что не обижайтесь, не обращайте внимания, но я буду иметь в виду. Ну а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы думаете вам этот формат подходит, подписывайтесь. Надеюсь мы вам придем по душе. Ну а я буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и ба-бай!